здравствуйте дорогие друзья мы находимся в барвихе в студии я так думаю и у нас в гостях почти дома наконец-то дмитрий девушкин человек который не нуждается даже в представлении добавил вернулся добрался добрался я даже сказал бы такой нельсон мандела light получился никак система не поймет что люди пассионарии настоящие они огромную пользу приносят они не разрушители они созидатели тебя поразило вообще что происходит ты думал что так будет ну последние годы я оторван была ситуация которая происходила в россии я находился в полном вакууме информационном то есть даже общаться внутри барака там не разрешалось одно время находился как бы в полной изоляции новости даже официальную пропаганду по каналам я не глядел практически поэтому я вышел немного как он с белого листа получилось у меня все что касалось там последнего нескольких лет я не знаю освободился я недавно освободился связи с декаминализации вышел на 15 суток я раньше мои своего срока два с половиной года которые мне дали то есть всего 15 дней они меня пораньше выпустили его что я успел уже увидеть это то что до антиэкстремистские подразделения как мвд так и фсб практически зачистили и уничтожили весь организованный русский национализм в плане структуры то есть партии движения каких-то объединений и любую уличную активность формате митингов шествий пикетов практически уничтожили даже второстепенные там карете четвертой волны лидеры которых я даже лично не знал уходя когда меня сажали и те были зачищены либо вынуждены были покинуть пределы российской федерации выехать либо были арестованы и посажены то есть даже вот те люди ну как уже они до мышей дошли то есть фактически уже сажают даже тех каких-то там сумасшедших там которые раньше бегали никому не были нужны но связи с тем что антиэкстремистские ведомства необычайно раздули получили громадные бюджеты получили такой имидж что они действительно спасают власть сегодня хотя на самом деле они абсолютно ничего не спасают им необходимо постоянно поддерживать большой поток отчетов о проделанной работе они же не могут сказать мы все победили поэтому расходимся по домам не они наоборот постоянно пугают власть якобы какой-то угрозы якобы что с улицы идет там подготовка государственных переворотов каких-то что какие-то заговоры ну знаете вот у нас уже этому исторически очень часто переживали когда в какой-то момент когда монах очень долго засиживался у него такая мания начиналась что его кругом все хотят отравить подсидеть свергнуть и так далее он в такое состояние к впадает вот начинаются вот эти вот новая опричнина такая которая начинает там изображать зная что никаких там настоящих серьезных врагов то таких и нету они гасят все и в итоге до поставляют регулярно туда какие-то отчеты рассказывают о проделанной работе что мы там 200 тысяч миллионов экстремистов террористов там страшно задержали на обезвредили там 150 миллионов взрывов предотвратили там и так далее ну на самом деле все это понятно что 99 процентов всего что это делается это просто фальсификация имитация бурной деятельности и путин кстати в этом уже я гляжу начал сомневаться потому что когда его обращение связи с декриминализации вот статьи была к он заявил что вы посадили там сотни сотни не не посадили осудили сотни мужчины и девушек там по вот этим картинкам репостом играет я не думаю что они все экстремисты он же сказал действительно так и экстремисты система пользуясь законом этим начала просто дело себе статистику они в регионах создали огромные анти экстремистские центры куда бывшую бобки передали то есть управление по борьбе с организованной преступностью перевели в цпе центр по борьбе противодействию экстремизму а представьте себе что у вас какой-то город есть а экстремизма там допустим нету и чем делать конечно и вот тут же начинают создавать это как есть такая тема что если вы где-то делаете специализированный отдел какой-то то тут же у вас там появляются бандиты этническая там призумность лишняя нарастает экстремисты террористы это него они все равно их будут делать раньше никому не было дело до какой-то домохозяйки которая там лайкала чего-то а сейчас уже дело есть у нас там целый отдел там в этом городе работает и они понаплодили есть главк там цп есть мвд там гупп там главную правильную продействию экстремизма есть у заказ фсб этом региональные областные федеральные сейчас при каждом округе созданы эти центры в каждом отделении если ответственный по за профилактику этого экстремизма они понаплодили еще бы не было экстремистов конечно они тут подсоздают у нас то всю страну запишут в экстремисты на кухне что-то сказал там все экстремист там же до сделал же экстремист и конечно они эти обороты сбавлять не будут они только будут наращивать пока есть возможность даже для них вот что им делать если экстремизма не будет вот они победят весь русский национализм вот такой чё не придется придется ведь идти заниматься настоящими пацанами из игилла там узбеками таджиками узбекский язык блин учить придется идти чтоб внедряться к ним да там такжикский они не хотят это с русскими националистами это все нормально работать то никто тебе дам это не отомни не хочу ходи там политические там слушаю что там эти сторонники навального рассказали что там эти и те ну понятно чтобы это профанация деятельности и пугая зла тема она как бы укатываем все это в асфальт и увеличивая бюджеты на борьбу с инакомыслием она тоже перед суп на котором сидит это же бесконечно невозможно ну конечно они во первых озлобляют огромное количество пассионарно активных людей ведь они кого сажают они сажают активных пользователей интернета каждое это дело а их сотни и сотни получает большой резонанс сети люди недовольны но представьте себе все слышали песню каскадера обычная песня группа земля не спела песню каскадера есть такая группа калаврат она свое время эту песню каскадера перепела и там более потяжелее сделали музыку не изменили ни одного слова вот они перепели эту песню она также звучит песня каскадера все люди без задней мысли видят эту песню в сети вконтакте в социальной сети добавляют его к себе на страницу добавляют все потом на них раз заводит уголовное дело оказывается что свое время экстремистскими признавались не песни группа калаврата целые альбомы и в итоге эта песня которую они перепели тоже попала список запрещенных все и выводишь любую картинку любую музыку любой там текст любой этот у нас даже нету четкого определения по экспертизам по экстремизму то есть любой эксперт вам напишет любое заключение если вы на лет если вы закажете ему экспертизу он скажет вы не виновны если ему следователь как работодатель закажет он скажет вы виновны у нас нету какой-то одной методики и домохозяйка даже опытному политику тяжело разобраться зачастую в каком-то тексте или в ком-то видео присутствует там экстремизм или нет человек что-то разглагольствует а потом оказывается что он якобы какую-то социальную группу ущемил где-то граждан например как оказалось лозунг защитим права трудящихся которые используют коммунисты чувашские эксперты заявили что это ущемляет группу граждан по принципу тунеядцы ну бред собачий так тем не менее захотят вас будет дело у меня лозунг был за русскую власть россии русской да за за русскую власть в итоге эксперты чуваши написали что из-за лишние дословно цитирую восхваление русского народа повлекло ущемление губ граждан по принципу не русские не дали два с половиной года мне в жизни бы никогда бы не пришло в голову меня не русские не упомянуты нигде я там не призывал как этот излишне у тебя друзья есть всех национальности излишне любит русский народ что такое излишне как можно маму там страну излишне любить там русский народ свой излишне любить можно не пойму это чушь это любому человеку поэтому суд был закрытый, поэтому там, ну, все равно это был громадный ажиотаж. И власть, когда делает вот эти уголовные дела, она против себя настраивает огромное количество активных пользователей интернета. Это тысячи, тысячи человек, которые этот бред смотрят, тиражируют, читают в сети, они становятся врагами власти, потому что они это вынуждены комментировать, они сами боятся попасть под этот каток. Естественно, она, власть сама себе плодит огромное количество врагов на пустом месте. Зачем? Ну, граговый будь. Государство, которое борется с книгами и мыслями, обречено на поражение. Конечно. Вообще, я же, ну, у меня красный диплом по экономике, я, ну, как бы по убеждениям, я абсолютный рыночник, как бы убежден, что главный двигатель, как бы, бизнеса – это конкуренция. Вот то же самое в политике. Политика от бизнеса ничем в этом плане не отличается. Должна быть конкуренция идей и конкуренция людей. Если у вас нету конкуренции, то ваш политический процесс будет идти по пути деградации, будет у вас новая ЦК ГПЗС, которая рано или поздно рухнет и приведет вас. Плановая экономика, она уже себя показала и жила. Это путь в тупик. И то же самое политический этот путь. Когда они собрали свою элиту и сидят там десятилетиями власти и кричат, кто, если там вот не Путин. Вот вы представите себе ситуацию где-нибудь, вот, ну, мы любую там возьмем Францию. Кто, если не Оланд? Или в Германии? Кто, если не Меркель? Да пофигу кто. Кто угодно. Или кто, если не Трамп? Ведь никому в голову не пойдет в Америке, если вы говорите я против Трампа, вам никто не говорит, а вы там враг Америки, вы предатель, там изменник и так далее. Да говорят, почему? Человек может быть там за кого угодно. В этом-то и суть как бы общества, если общество свободное, что оно вольно выбирать, кого им захочется и кого они захотят. Что значит они говорят, что вот, если ты там выступаешь против, например, там за смену, например, власти и заменяемость, тебе сразу тычут, что ты чуть ли не агент Госдепа и не враг России. Да почему? Я выступаю за конкуренцию. Что любой человек должен конкурировать и власть должна естественным образом сменяться. Не надо здесь устраивать династии, которые здесь якобы, он говорит, мы тут стабильность держим. Да ничего не стабильность вы не держите. Вы наоборот все это доводите за состояние, кипение и рано или поздно поведет это к срыву этого клапана, который там затянули. И будет хаос. И действительно этот хаос Россия может и не пережить, если они не остановятся. Им надо менять систему. Путин сказал, говорит, та сверхзадача. Он говорит, я первый и второй президентский срок все время думал о том, как нам сделать так, чтобы судьба России не зависела от одного, либо двух, либо трех человек. Чтобы создать систему живую, отвлекающуюся на все вызовы времени, и чтобы она обеспечила благосостояние народу в долгую перспективу. Это его сверхзадача. И на данный момент ничего для этой сверхзадачи, инициированной сверху, нет абсолютно. То есть идет забетонирование того, чего, вот этого пути тупикового. Но тем не менее ты, а я слышал, один из немногих людей, кому удалось вообще побеседовать с ним, что-то ему доносить какую-то информацию. Да, у меня была встреча с Путиным, и когда я ему говорю, Владимир Владимирович, он говорит, что? Я говорю, а как вам материальчик интересный передать? Он говорит, а какой материальчик? Я ему говорю, про соборную социальную сеть России, про новое общество, которое надо делать, про вовлечение всех людей в принятии решений, все, он говорит, ну это что-то философское, он мне говорит, нет, говорю, это практично, мы уже это делаем. Он говорит, а есть материалы? Я говорю, есть. Ну вот, и материал, передаю его помощнику, все, через три дня мне позвонили из приемной Кириенко, Сергей Владимирович, говорит, Владимир Владимирович попросил меня, дал ваш номер телефона, дополнительные материалы принести, ну, я принес на старую площадь, зашел на четвертый этаж, кабинет Кириенко, его не было в тот момент, дали мне куратора, на сегодняшний день одна из госкорпораций готова уже приступить к этой стержневой системе, которая сможет, скажем так, весь потенциал русского и других народов, людей, вовлечь в принятие решений и локальных, и международных, и любых. Сейчас как, например, все компьютерные технологии работают исключительно на коммерцию, если таргетировать человека от его способностей, его наклонностей, его профессиональных, душевных, духовных качеств, и подбирать ему ту ячейку, в которой он мог бы находиться, скажем так, это выход русской идеи на практику, это Достоевский. То есть подключили высокие технологии? Подключили высокие технологии. Это мир будущего, и он вне зависимости от того, что есть жуткая вот эта веткая карательная система, какие у него планы, она будет, потому что мир развивается, либо мы сейчас останемся за бортом истории вместе все и окончательно все по разным признакам будут уничтожены, либо все вместе станем одной большой дружной семьей. Удивительно, кстати, место, вот мы сидим, да, вот с высоты наблюдаем прям за барвихой, за всем движением, въездом и выездом людей. Да, и абсолютно мы видим, кто куда едет, и когда на крыльях... Вся элита мимо вас тут вся ездит, да? Вся элита здесь проезжает, и когда какой-нибудь кипиш или какие-то принятия решений, мы понимаем, что ситуация напряглась. То есть, например, когда брали вот этого последнего Абызова, у нас сбили на дороге гуся автомобили, потому что... Да как это взаимосвязано? Потому что мотались туда-сюда, там кипиш такой... А, согласовывали, да? Машины, да. Был такой кипиш, он был виден невооруженным взглядом, что люди волнуются, то есть какие-то движухи пошли, перекрывания... Кого-то из системы съели из элиты, да? Да. Вернемся вот к нынешнему моменту. Сейчас, апрель 2019 года, все институты в стране прогнили практически. Остается на вершине президент, все то, что ниже, начинает работать, система начинает сама себя пожирать, пожирать всех остальных, и идет полный разнос, и нету стержневой системы, которая могла бы все это удержать. Из-за того, что нет идеи такой, что мы строим, капитализм мы не построили ни хрена, он у нас превратился в фидализм, в какой-то жуткий, совершенно жуткого монстра, когда у одного все, у другого ничего. Дело в том, что сама вот эта система, риски от нее сейчас настолько высокие, что мы движемся, что они придумали, они решили подготовиться к войне реальной, абсолютно бессмысленной и беспощадной. В Нюайде настоящая война в мире, она давно уже происходит ни танками, ни ракетами, они вот постоянно там, мне кажется, вообще вся вот эта вот военная тематика, это больше такой продукт для внутреннего потребления, чтобы смотрели люди в телевизор и смотрели у нас там, мы придумали супербыструю там сверхзвуковую ракету, там 150 тысяч махов там летящую, вот мы придумали там суперскорозную подводную лодку, которая там какие-то заряда ядерные тащит, вот мы придумали, я вопрос для человека, который вообще чуть в теме, вопрос задает нахера? Нахера? Вы накопили столько ядерного оружия, что взорвите его у себя в шахтах, результат будет точно такой же. Нахера вам эти ракеты-то какие-то, хотите уничтожить землю, взорвите его прям в шахтах, все, со мной ответным ударом вас так же накроют. Зачем вам эти супербыстрые ракеты и подводные лодки тогда делать? И мне кажется, что это для обывателей, они детей своих поехали, отправили в Англию учиться, а яхты свои в Монако поставили, счета свои в Америку вывели там, дома купили в Испании, Черногории, там гостиницы в Болгарии, и тут они воевать начали с Европой и Западом. Кого бомбить-то будете? Вы там уже семьи давно туда вывезли, счета у вас там у всех находятся и дети там зачастую. Кого они бомбить-то будут? Для кого они все делают? Эти быстрые ракеты-то? Да, ракета на этом мультфильме была, например, направлена на Калифорнию, а у самого Дмитрия Пескова там квартира... А вы что, какие ракеты? Я говорю, у Советского Союза было 90 тысяч танков, и было половина ракет всего остального мира. Советский Союз это не спасло, хотя он в его орбите была половина промышленности, и половина мира в орбите его состояла, вот страны Варшавского договора, союзники и так далее. И то это не спасло, эту систему, потому что она сама себя изнутри жила. А они-то с кем? Уже давно мир конкурирует не оружием, а экономикой, ВВП, информационными технологиями. Они сегодня превратились в индейцев. Посмотрите, этот самый бюджет, который они принимают. С Думы мы взяли эти самые... Ну, он не секретный, он это просто как служебный как бы идет, структура бюджета российского. Мы ничего не производим, мы ничего не делаем. Мы продаем газ, нефть, минералы, металлы, чуть-чуть на какое-то сырье, лес и так далее. У нас космос там почти его нету. Оружие, которое они электронируют, это тоже все ерунда. Мы ничего не делаем. Мы как индейцы, к которым приплывают, дают им колокольчики, зеркала и вывозят ресурсы. Вот мы сейчас такие же. Нам привозят айфоны, нам привозят от фотоаппарата до стиральной машины, а мы отдаем просто ресурсы. Мы сейчас такие же индейцы. Такая мировая бензоколонка, как нас называют. И де-факто, с кем мы сейчас, получается, там воюем и конкурируем? Посмотрите там, что мы, где? Нам надо развивать технологии, нам надо выходить, наоборот, интегрироваться в мировое пространство, а не делать железные занавесы и не закрываться от всех. Но в данной системе это невозможно. Только при смене социальной системы, путем активирования всех талантов, которые вообще живут в деревнях по разным весям, в общагах живут, активировать всех людей. Они же разбросаны и разобщены. Да свободу надо давать. Свободу, социальные лифты. Да, да. Правильное абсолютно слово. Социальные лифты. Должна быть возможность входа во власть. Обязательно. Обязательно. Должна быть возможность самоэрелизации у людей. Обязательно. Если вы закрыли всю систему и сделали новую ЦК КПСС, посмотрите, у нас структура, у нас 80% доходов это госкорпорации. Что это такое? Это плановая экономика советская. Мы вернулись к тому, с чем, от чего ушли. И куда мы в итоге сейчас идем? Опять делаем себе новый Советский Союз плановой экономикой. Опять объявили. Посмотрите, кто у нас друзья. У нас друзей не остались. Это непризнанные там республики, да, там, какая-то там, может, не знаю, там, Осетия, да, там, кто? Кто? Венесуэла и Ассад, да, которые там еле дышат. Что, вот все наши друзья, что Северная Корея, да, еще может. Ну, куда мы опять пришли? Опять у нас все враги. Опять железный занавес. Опять у нас сейчас хотят собеседования, ввести выезды за границу. Опять начинается это дружественное, не дружественное. У нас все враги, все только спят и видят, как поработить, захватить и так далее. Но это опять начинается все. Вот в детстве в моем, когда я жил, я помню, мы были школьниками в начальных классах. Постоянно у нас были конкурсы, мы рисовали эти плакаты, там, «Свободу Анжелы Дэвис», там, «Миру мир», там, это самое, там, капиталисты, буржуи. Мы искренне полагали, что в Америке живут только капиталисты и бездомные негры, которые там спят в коробках. Но потом появился интернет, мы выросли, оказалось, что неграми были мы в Советском Союзе на самом деле. И ничего так страшно не было. Сейчас, правильно вот ты сказал, сейчас уже скрыть это невозможно. Невозможно. Во-первых, есть интернет. Во-вторых, есть огромное количество людей, которые выехали за границу и все увидели сами. Им уже много не расскажешь. 300 миллионов наших людей по всему миру. Да, они уже много знают. Уже нельзя это все закрыть, как в Северной Корее, и объявлять, что вот там... Конечно, джин уже выпущен из бутылки. В Америке всех птиц съели, потому что людям есть нечего. Это как вот в Северной Корее репортажи выходят, у нас их переводят иногда. Решают в YouTube, что все смеются. Там корейские журналисты ходят по Америке, вот вы глядите, здесь нет птиц. Вы знаете почему? Потому что люди их съели, они здесь голодают, но мы привезли чуть еды и покормим какого-нибудь бездомного. Вот эту чушь они там показывают, и севернокорейцы думают, что действительно. Они там едят один раз в день, а в Америке, наверное, едят один раз в неделю, они думают. Так что мы еще счастливо живем, у нас две ложки риса есть один раз в день. В России такое уже невозможно сделать. Не проканает. Уже никто не поверит в это, что там все враги, но мы туда все уехали и дома мы там все. Вы здесь санкционные продукты не ешьте, а нам их будем отдельно завозить и туда будем ездить постоянно. Но это лицемерно, ее же все люди все это видят. И сейчас действительно интернет уже победил телевизор. Вот эти официальные пропаганды, ее молодые люди уже не глядят. А молодые пассионарные люди, это и есть те, кто будет диктовать завтра повестку дня. Сто процентов. Они считают сегодняшние руководители просто динозаврами, которые вообще не понимают, о чем речь. Ну зачастую так и есть. В АП я знаю, что там нужны специалисты по связи с реальностью. Многие люди рассуждают параметры, если он всю жизнь живет и видит всю жизнь 30 лет из стекол бронированной машины от Рублевки и Барвихи до Кремля ездит 30 лет и ничего больше не знает. То зачастую, вот я сам был свидетелем, когда заходишь в кабинет, не буду называть фамилию, в общем, закопоставленного чиновника. А он говорит, слушай, я не понимаю, что там они на болотную идут, что там пусть идут, каждый миллиард себе заработает и живут спокойно. То есть у него, вот как у этой девушки небезызвестной во Франции, которая говорит, нет хлеба, а вы там пусть они едят пирожные. Вот такая же ситуация, они думают, что тут можно выйти, заработать миллиард и все у всех будет хорошо. Зачем они там типа возмущаются? Сто процентов. Вот, они уже действительно оторваны от этой, многие от этой жизни, а те люди, которые что-то там понимают, они не вхожи в эту элиту. Они не сидят там в этом котле уже много-много лет, там друзей, знакомых, школьников там, по комсомолу еще там и так далее. Друзей там вся эта комсомольская элита. Да, вышедшая из этого. Которая вышла, вот они все эти одноклассники, друзья там, все и сидят. И они забетонировали все вокруг себя. Да, и любая активность из среды как бы вот народа у них воспринимается как минимум с осторожностью, а как максимум сразу кидаются на подавление. Что это они вот жили-жили, а тут что-то какие-то они начали там предложения, что-то какие-то митинги, что-то им там. Это воспринимается как враждебное действие. Любая активность, то есть сидите, ничего не делайте там, постарайтесь там зарабатывать какие-то деньги на выживание и все. И власть воспринимает любую организацию негативно. Любой процесс по гражданскому обществу и какой-то там инициатив гражданских отрицательно воспринимает. Все, то есть все подавляется и все, даже пикет из нескольких человек в Москве уже воспринимается как какой-то вызов для власти. Тут же стягивают там силы МВД, ОМОНа, сразу начинают дубинами молотить создавать проблемы организаторам, там кто, чего. Начинаются участковые ходить, там социальная служба, опека, если дети у них есть. И они еще более жестоко начинают избивать дубинами и детей, и женщин, и стариков. Для русских людей это вообще просто фантастично. Гаражи, точечная застройка, там леса, попробуйте парки позащищать. Вы тут же столкнетесь с репрессивной машиной, этого нету как бы по миру. По миру нет такого, да. Люди... Народовые изъявления. Да, я зачастую гляжу безосновательно нам даже, вот нам отсюда кажется, там по какой-то там причине, там какие-то минимальные повышения цены на бензин. Ну, как во Франции, да. Франция взорвалась. Лазят бензин, он каждую неделю повышает, и все сидят молчат. У нас общество, конечно, еще не воспитано. Там общество, люди, они считают себя действительно хозяевами своей страны. И они считают возможным власти, которую они избрали, диктовать свою волю. Что вы здесь, потому что мы вас сделали. Не потому что вы там посланы такие, спустились. Когда вы выборы не организуете, а их делаете фиктивно, вам кажется, что народ ничего не решает. И вы даны богом ему, да не так это нифига. Не так, да. Вот, здесь народ вас и не выбирал, поэтому вот, ну, де-факто так вот. Они так и организованы, выбора без выбора просто. Точно. Даже если вы и проголосовали, но из кого выбирать-то было. И если вернуться к нашему менталитету, вот, русскому и советских людей, игры вот в единодичного лидера нации, они уже не воспринимаются так, как надо. Холопства много еще. Холопство, оно существует. Но молодежи, она это уже и жила, она уже свободная. Свободная. Зачастую. И их никакими репрессивными методами не удержать. Наоборот, это вызовет противодействие. Их надо рекрутировать правильно в строительство нового счастливого будущего, в котором будет безусловный базовый доход. В котором люди будут возможность иметь заниматься творческими делами. Они мучатся постоянно, не оглядываться всю вот эту огромную... Я не верю, что они могут это сделать. Ну, у них другого выхода нет. Здесь как? Либо будут серьезнейшие коренные реформы преобразования сверху. Я надеюсь, что Вадим Вадимович Путин однажды утром проснется от литургического сна. И скажет, елки-палки, какой у меня хороший народ, какие люди замечательные. Я считаю, что будет луч надежды в этом темном мире. И тьма перед рассветом особенно густа. Просто надо сначала показать в России новый тип социальных общественных отношений, новую общественно-экономическую формацию. Я ее называю собором. Вот, например, собор как единство многообразий. Это еще выведено очень многими нашими философами с 19 века начиная. Все они уже давно придумали. Остается только все в технологии перевести и зажить наконец-то счастливо. Ведь всем будет от этого хорошо. Тут как? Тут два путя. Либо все вместе гакнемся полностью и в хаос превратимся, и нас тепленькими возьмут. Либо мы все вместе, все превращаемся в одну большую дружную семью. Все, кто что-то здесь могут делать, вот здесь же какая, фактически, система сейчас создана. Вот меня люди спросили, говорят, Дмитрий, а вот зачем наши все там чиновники крупные там, ну они же бизнесмены-это сейчас синоним чиновник и бизнесмен, да? Да, да. Почему они детей отправляют учиться за границу? Ну так вот, если поосуждать, скажите мне, чему в Англии могут научить человека, чтобы он, если он хочет работать в России? Ничему. Ну вот объективно там тебя научат работать по западной модели, то есть управлять там местными корпорациями, и участвовать там в местном, как бы, этом самом. Абсолютно. А вообще западная модель не прижилась у нас в России. Нет, я это к чему рассказываю? Так почему они этих детей тогда, все чиновники, причем у нас, возьми список главных патриотов, да, России, которые больше всех... Бьют себя в грунте. Издят за патриотизм. Да, да. Все поголовно дети учатся на Западе. Я расскажу, почему и почему это происходит. Происходит это следующим образом, что работая здесь и по коррупционным схемам, зарабатывая свои миллиарды и миллионы, капиталы, они понимают, что когда они выйдут в отставку, им надо, выводя свои капиталы, оказаться самим за границей. 100%. Потому что завтра к ним придут те же ребята из ФСБ, их детей, их самих кинут в следственный изолятор, отнимут в них бизнес. То есть здесь они живут, создали эту воровскую коррупционную систему, но жить они хотят в правом поле на Западе выйти. Да, точно, точно. Поэтому они детей посылают туда, чтобы они потом управляли их транснациональными корпорациями, их активами на Западе. Поэтому они их туда и отправляют учиться. Именно для этого. Именно для этого они покупают недвижимость и счета вводят туда. Потому что они думают, что там не придут кто-то к ним и не отнимет. Что там культурные люди. Но с другой стороны, как можно быть независимым управленцем, чиновником в России, Если ты миллиарды свои выбрали. Вывел на Запад. Для американцев на сегодняшний день нет ни одного секретного счета. Весь мир им открыл счета. Они, Швейцария сопротивлялась, открыли. Офшоры кипрские все открыли. Они могут завтра пойти к любому человеку здесь, чиновнику, искать. Слушай, там, Вася, Пупкин, скажи мне, если ты с 89-го года числишься чиновником, Откуда у тебя миллиард долларов на счетах? Мы сейчас объявляем незаконную твою легализацию средств, ты чиновник, ты не занимался бизнесом. Сейчас тебя объявляем в Интерпол, публично показываем и выписываем мордер по миру на твой арест. А твоя семья, твои дома, яхты и все заморожены будут в заложниках находиться. Вот это настоящие санкции, которые можно ввести. И как вот эти люди, которые сидят в окружении, как они вот будут, думая об этом каждый раз, какие они независимые люди. Если вот показал, их держат за мошонку, вот за эту. Они вот 20 лет здесь честно воровали деньги и выводили туда. Вон, когда на Украине началась эта байда, Янукович там только заикнулся, что-то ему тут же про Австрию показали. Вот твои три миллиарда, видишь, лежат там, не дай бог ты там сейчас силой что-то сделаешь. Мы тебя токсичным объявим по всему миру, что ты ни в одну страну не уедешь. Считав все твои арестуем, заморозим. Все, он сбежал. Вот, вот где. Да. Недалеко здесь живет? Да, вот в Санторий Барвиха. Сходим в гости сейчас? Ну да, мы сейчас выдвинемся, проведемся в небольшую экскурсию. Я покажу всех. У нас туда сижу, одни мигалки ездят туда-сюда только. Киштыки, туда-сюда мигалки. Они уже даже между собой тут разъехаться не могут. Все с мигалками не понимают, кто там мигает. Кто мигает там у них. Делай, что можешь, будь, что будет. Каждый вправе распоряжаться своей судьбой. Но плохо, когда распоряжается твоей судьбой посторонние, скажем так, несправедливые силы. В этом и состоит вот эта, как бы, раскорреляция. Ведь все, по сути, хотят благо, добра, растить детей, сеять поля, жить хорошо. И почему нашим людям не дать этой возможности, когда сейчас все к этому уже идет. Элементарно вообще. Обеспечьте безусловный базовый доход. Разрешите все таланты. Вовлечите их в большую деятельность. Сделайте прорыв во всех технологиях. И будет счастье всем. Мы тоже за все хорошее. Мы за все хорошее. Но пока факты остаются фактами. Мы находимся в феодальном обществе. Хоть и 21 век, как бы, сейчас считается. Но Россия отстает. Прежде всего она отстала в социальной вот этой системе. Мы никто никак, никуда, ничего нельзя и так далее. И вот с вами были Дмитрий и Александр из Барвихи. Надеюсь, до скорой встречи. Будем рады видеть друг друга. До скорой. Будьте здоровы.